Привет, народ, с вами Фенаргот. Что же, подошел к концу очередной игровой день мейджора в Арлингтоне. У нас аутсайдерс молодцы и вынесли РНГ 2-0, тем самым усилив свои шансы попасть на Интернешнл. В случае, если Фнатик сегодня проиграют, ВП уже точно попадают на Инд, несмотря на следующую встречу. Все матчи и ставки у меня сегодня также зашли. Кайфово, жду лишь доигрыш второго экспресса с матчем PSG, который состоится сегодня. По результатам вчерашнего дня я впервые за лето не получил сундук, 87%. Обидно, приношу свои извинения. Но зато сегодня у меня оказался лучший пик дня для фэнтези, а с условием, что у меня все карты золотые, я ожидаю увидеть себя в топ-100 по миру. Не забывайте лайки, подписки с колокольчиком, скоро ведь крутой розыгрыш батлпассов. Ну и делитесь своими результатами в комментариях, давайте сравним. Сперва напомню, что вы уже можете распылить карточки игроков Liquid, Evil Geniuses и Royal Never Give Up, ибо они вылетели с турнира. Что же, сегодня у нас будет вновь три встречи в формате Best of 3. Фнатик встретится с Бесткост в нижней сетке, а PSG-LGD будут играть SoG и Team Spirit Saster в верхней. По сути, в матче Фнатик-Бесткост коллектив из Юго-Восточной Азии должен забирать победу. Но Бесткост необычный и непредсказуемый соперник, который показывал весьма разностороннюю доту в групповом этапе, поэтому я решил поставить на одну карту от Фнатик, а не на победу. PSG-LGD должны закрывать OG, причем со счетом 2-0. Это не групповой этап, где они посмели себе пикнуть Пуджа против Талон, поэтому думаю, что они легко закроют ОГ. А вот Team Spirit Aster будет очень интересным противостоянием, потому что если Spirit упадут в нижнюю сетку, будет шанс того, что они вновь встретятся с Outsiders. Но я в данной встрече больше верю в китайский коллектив и ставлю на их победу. В итоге у меня получился экспресс с коэффициентом 3.55. Поставил я его на пари, где активно фармлю себе фрибеты. Уже два забрал. Поспишите и вы по ссылке в закрепленном комментарии, пока не закончился мейджор. Ну а мы двигаемся дальше. Как я уже сказал, мы выбираем между игроками Фнатик, Бесткост, PSG-LGD, OG, Spirit и Астер. Среди игроков основы лучшие Мане и Ами, далее уже идет Етора и К1. Чуть дальше у нас идет Юраги, и только седьмую позицию у нас занимает Джабс из Фнатик. Для меня фавориты LGD и Астер, поэтому я беру их коров. Да, есть шанс, что PSG очень быстро вынесут OG и не успеют нафармить баллы, как это было с бумами. Но Джея я не вижу смысла брать, у него показатель меньше, а остальные для меня не фавориты в матчах. Центр. Абсолютно по такой же логике я беру Ори, потому что он все-таки завозит больше Nothing to Say, да и Астер любит аккуратно заканчивать игры, затягивая их и превращая в часовые. А чем дольше катка, тем больше фэнтези-очков. Ну и саппорты. После вчерашнего дня Бабока встал на первое место, хоть это и не дало мне сундук. Далее идет Y. Есть смысл рассмотреть пик Бабоки с PQ из Астер, потому что с Y есть риск быстрых каток. Да, быть может Team Spirit готовит что-то, но я не думаю, что они быстро одолеют китайцев. Поэтому состав у меня получился китайский. Ами и Мане на позиции основы, Ори на Миду и Бабока с PQ на саппортах. Посмотрим, что выйдет. Напомню вам про свой телеграм-канал, где оперативно делюсь важными новостями и инфой, а также, что там будет скоро проходить розыгрыш. До скорых встреч и приятной вам доты!